Как побороть стеснение. Сегодня я расскажу свою историю, как я перешел из стесительного мальчика, который не мог выразить никакую свою мысль. Я не мог даже пообщаться с девушками из своего класса. В человека, который не стесняется того, что он делает и делает то, что он хочет. Мы начинаем. В принципе, всю свою жизнь в России я разграничивал всегда на две стороны. Сторона лето и сторона зима. Зимой я ходил в школу, зимой я занимался учебой, а летом я был в лагере. Это был парусный лагерь. Я жил двумя жизнями. В лагере я был звездой, я был просто в центре внимания. У меня была куча друзей, была куча знакомств. Я со всеми общался. Но я был действительно таким лидером внутри лагеря. Внутри же школы у меня была совершенно оппозитарная система. Я был всегда застенчив. Я всегда был таким скромным, всегда застенчивым. Боялся выражать свое мнение. Общался исключительно с одним-двумя ребятами из всей параллели. И действительно у меня была проблема. Я боялся даже подойти к девочкам и поздороваться с ними. Вы понимаете, насколько это было серьезно? Я этого просто стеснялся. Я этого боялся. Не знаю почему, но это просто было такое стеснение. То есть я жил две абсолютно разные жизни. И это были абсолютно оппозитные жизни. Жизнь в лагере мне невероятно нравилась. Я невероятно кайфовал, как я там себе веду. И я понимал, что такая жизнь мне нравится. Но остальные 9 месяцев я страдал. Я страдал в школе. Я ничего не мог сделать. Я никак не мог это изменить. Я был всегда в заточении своих эмоций и в заточении своей стеснительности. И несмотря на то, что я был действительно таким лидером в лагере, у которого было куча друзей, я никак не мог это переставить на школу. Я провел так 6 лет своей жизни и не смог это перенять на школу. У меня не получалось. У меня никогда не получалось. И я всегда остановился на порог вот этого стеснения. Я никогда не мог его перешагнуть. Я все время продолжал стесняться всего. Я даже не говорю делать какие-то неординарные вещи, там, допустим, выпустить клип, что я делаю сейчас. Нет, я даже про это не говорю. Друзья, вот реально настолько была большая проблема, что я боялся даже здороваться с людьми. Я думаю, вы уяснили, насколько это было сильнее, насколько я был подавлен. Из-за этого у меня было очень много психических проблем. Но я не говорю, что действительно я был каким-то психом, но меня это сильно отомило, потому что я, да, хотел общаться с людьми, и я, да, любил общаться с людьми, потому что я знал, как хорошо общаться с людьми в лагере, но меня ломало это чувство. Меня ломало это чувство стеснения. И в возрасте 16 лет подвернулось так, что я со своей семьей переезжаю жить в другую страну, я переезжаю жить в Израиль. И, летя в самолете, я понимаю, что все, моя жизнь в России закончена. Это прошлый лист, и сейчас меня ждет новая жизнь. И перед тем, как пойти в школу, когда я ехал на автобусе перед своим первым днем школы, я помню, как меня посетила мысль, что там я жил двойную жизнь. Одна жизнь была, где я центр, и другая, где я никто. Я понимал, что здесь, в Израиле, еще никто не знает, кто я такой. И я, кем я хочу быть здесь? Хочу ли я быть опять этим застенчивым мальчиком, который ничего не может сделать? И это был простой путь, да? Я просто был бы собой, я бы всего стеснялся, у меня было бы мало друзей, и, в принципе, все было бы так же, как и было в России. И в этот момент меня посетила такая мысль, что я могу себя бороть, общаться как лидер, общаться как человек, который любит общение, как нормальный человек в социуме, не как интроверт, не как человек, который чего-то стесняется, даже общение, да? Я понял, что здесь меня никто не знает, и что здесь я могу себя вести так, как я хочу, Потому что никто не знает мои обычные привычки В России меня ломало то, что меня знали Как вот этого стеснительного мальчика Коля Который даже не знакомится с девочками Здесь меня никто не знает И что я сделал? В первый же день в школы Меня дико бороло это чувство стеснения Невероятно, но я просто откинул его на второй план Я понимал, что от этого зависит Вся моя дальнейшая жизнь в этой стране А прожить я собирался здесь достаточно долго Минимум 5 лет И я понимал, что вот от этих первых двух недель Будет зависеть вся моя жизнь Здесь Я просто отбросил это чувство стеснения И когда мы ставим на весы 5 лет стеснения Жуткого стеснения, где ты не можешь ничего никому сказать И две недели, где тебе нужно жестко себя бороть И убирать это стеснение То, конечно же, перевесило стеснение Я две недели борол себя очень дико Я просто вел себя так, как мне неприятно себя вести Я вел себя, как очень общительный человек Я со всеми общался Мне было это очень тяжело сделать Поймите Это действительно человек, который ни с кем не общался в школе У меня было два друга Я просто ломал себя Вот я нереально ломал это стеснее Я просто его вышибал с ноги Я просто вышибал его с локтя Чтобы оно не дало места в моей жизни И вот спустя две недели это уже вошло в обычный круг И я понимаю, что все люди знают меня как общительного чувачка Как общительного парня, который со всеми общается И все, а другого меня уже нет И я уже на этом этапе не могу стать стеснителем Потому что меня уже знают как общительного Дальше стало гораздо проще после второй недели Я начал общаться, 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 общаться И все, сейчас я уже забыл про жизнь стеснительного парня Я забыл про свою стеснительную жизнь в иркутской школе Как я себя там вел Я начал свою жизнь по новой Я начал ее жить по-другому Не как стеснительный, как общительный И сейчас я даже не представляю Какого-то ситуации, где я мог бы повести себя действительно как стеснительный человек Я сейчас максимально открыт Максимально общительный И со всеми, в общем-то, на контакте Это была моя история, как я стал Истесительного мальчика, действительно Таким экстравертом, который может общаться Со всеми, абсолютно со всеми людьми С кем он захочет, и делать Важно, я вам скажу, делать то, что я захочу И это я доказал на примере Своих видеоклипов Скамерник, попа Писся, попа, писся, писся, попа Писся, попа, писся, попа Эй, писся, писся, попа Вот этот видеоклип, да? Стеснение, опять-таки, каждый бы застеснялся Каждый бы застеснялся выкладывать такой клип Потому что его зачмурят в школе Я не застеснялся Потому что, первое, я мужчина, и я не дам себя унижать Я не дам себя чмурить в школе И второе, я, у меня нет чувства стеснения Я просто понимаю, что Эти люди, они не достойны того, чтобы я чего-то не делал И, друзья, в этом видео я расскажу способ Благодаря которому я пришел как раз-таки Из этого стеснительного парня В суперобщительного чувака Который ничего не боится делать И способ, который я хочу вам поведать в этом видео Благодаря которому я стал настолько общительным И настолько я не боюсь ничего делать Я знаю, что это то, что я должен делать Я не боюсь, я не стесняюсь Общественного мнения Это туннельное видение Что это такое? Сейчас я объясню простыми словами Есть ты Есть туннель И в конце туннеля Твоя цель И тебе без разницы Люди с других концов туннеля на вершине горы Какие-то сбоку То есть за туннелем Они тебе не важны Только ты Туннель Цель Все И ты делаешь все, чтобы осуществить свою цель И тебе уже без разницы Но людей в округе Ты Туннель Цель И ты это запомнил И на этом моменте у тебя отбрасываются какие-либо мысли о том, что думают про тебя другие люди И именно включив туннельное видение я смог это делать Я смог выпускать клипы Я смог выгружать в инстаграм и на ютуб то, что я хочу Вы думаете, что первое время мне было не стремно выкладывать свои видео на ютуб? Сначала мне было действительно так Ну не по себе, потому что я понимал, что ко мне будут относиться не так Но я понимал, что в туннельном видении мне без разницы на них Мне без разницы У меня до сих пор присутствовало на момент начала какое-то паническое такое, возможно, мышление Но опять-таки Ты Туннель Цель И все И это паническое состояние уходит Оно уходит, когда ты видишь только свою цель И не видишь никого с других сторон Тебе просто на них без разницы Ты делаешь все, чтобы ее достигнуть Благодаря этому туннельному видению я стал тем человеком, которым я сейчас являюсь И я уверен, что каждый из вас сможет стать этим человеком Если вы воспользуетесь туннельным видением Запомните Вы Туннель Цель Никого нет больше Потом они будут завидовать И когда вы придете к своему результату Все будут завидовать На этом все, друзья С вами был Ник До новых волной встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok